Накануне состоялась первая российская онлайн-кинопремия года. Церемонию организовала Ассоциация продюсеров кино и телевидения. Наряду с соглашением победителей в 22 номинациях, важными моментами онлайн-церемонии стало вручение трех специальных призов. За создание наиболее благоприятных условий для съемок были отмечены Ульяновская, Новгородская и Калининградской области. Глава Ульяновского региона Сергей Морозов поблагодарил жюри кинопремии за столь почетный приз и отметил, что на достигнутом не планирует останавливаться. За последние три года мы вместе с Сергеем и его коллегами почти 600 минут эфирного времени сняли в Ульяновской области. И я могу честно сказать, что это не предел наших мечтаний. У нас огромное количество интересных идей, связанных с созданием кинокластера. За несколько лет Ульяновская область стала местом притяжения для российской киноиндустрии. В 2010 году режиссер с ульяновскими корнями Владимир Потапов работал в нашем городе на драме о секретах супружеской пары «Тайна для двоих». В 2015 году столичные режиссеры снимали в речном порту выпускной вечер главных героев художественного фильма «С одной вершины». В 2017 году проектом, съемки которого проходили в региональных локациях, был телевизионный сериал «Морские дьяволы. Рубежи Родины». В 2018 году в области проходили съемки сразу трех телевизионных художественных фильмов и одного полнометражного фильма. А за две недели августа 2019 года в Ульяновске полностью снят новый двухсерийный кинофильм «Правда» по заказу ТВЦ и несколько сцен картины «Пять минут тишины». Вот сейчас названа была цифра 600 минут эфирного времени. Это телевизионных фильмов, полнометражных художественных фильмов было снято за три года. Три года работает кинокомиссия. Это крупнейшие российские кинокомпании, которые снимали здесь и телевизионные проекты, и полнометражные проекты. И, наверное, это самый такой вот зримый, ощутимый результат. В области с 2019 года работает региональная кинокомиссия, проектным офисом которой выступает фонд «Ульяновск. Культурная столица». Фонд оказывается о действии. Кинокомпания в процессе съемок становится связующим звеном между кинопроизводителями и местной властью. В 2019 году начат реализации обучающей программы создания анимационного кино. А с этого года областной кинофонд ведет образовательные программы лучших высших российских киношкол в ГИК из Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Управды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова